Ремонт памятника советской эпохи Ленинского мемориала продолжается. Здание уже обретает свое лицо. Для его отделки использовали мрамор из Челябинского месторождения. Наружные работы практически завершены. Готовы западные и южные фасады, на восточном меняют стекла. Реставрируются колонны, поддерживающие монументальную конструкцию. Все проходит по плану инженеров и строителей, несмотря на сложные обстоятельства. В процессе работы образец советского модернизма повел себя неожиданно. Есть проблематика соединения этих фасадов в связи с тем, что в процессе жизнедеятельности этого объекта произошла усадка здания до 26 сантиметров по углам. И, соответственно, это вызывает достаточно большие сложности при соединении именно плоскостей этого здания. Специалисты занимаются не только внешним видом, но и системами жизнеобеспечения. Здание 1970 года постройки получило вторую жизнь с новыми коммуникациями. Инженерные сети проложены. Система теплоснабжения, вентиляции и кондиционирования уже функционирует. Временно исполняющий обязанности губернатор Алексей Русских посетил стратегически важные помещения, которые находятся в самом сердце мраморного гиганта. Прошлись также и по выставочным залам. Обсудили сметную стоимость и поступление дополнительных средств на ремонтные работы. Понятно. То есть общая сметная стоимость у нас ремонта? Ну, где-то 4 миллиарда. Далее глава региона вместе с руководителями МЮМ-центра и Мюнгульта отправились в малый зал. Площадка для органных концертов готова. Установлены панорамные окна, отреставрированы потолки. На полу уже есть ковровое покрытие. Только вот сам орган ждёт звёздного часа в саркофаге, который хранится в филармонии. Инструмент не так-то просто перевести. Для того, чтобы не потерять волшебство звучания, разбирать в историческом здании и собирать в новом месте, его должны профессионалы от компании-производителя. Это демонтаж, чистка, установка. Далее идёт подготовка и модернизация инструмента под новые объёмы акустики. Деятели культуры и искусства ждут визита немецких мастеров в октябре этого года. Переселение инструмента обойдётся в 22 миллиона рублей.